Конечно, самым значимым вызовом и событием является пандемия и ее последствия, где нам пришлось привести большую часть сотрудников на частичную удаленную работу. В связи с этим нам пришлось переделывать многие процессы по защите информации, создать новые меры по защите информации. Это и защита домашних устройств сотрудников, с которыми они числяют работу. Это и защита увеличивающего количества устройств, которые мы вдаем сотрудников корпоративных портативных ноутбуков. И это скорректировало нашу работу. Глобально ничего не поменялось, немножко изменился акцент. Если мы раньше строили периметр вокруг организации, постались его защитить, то сейчас мы защищаем человека, который работает за компьютером, потому что, когда сотрудник работает из дома, к инфраструктуре нашей организации присоединяются иные устройства, которые есть и сотрудник. Это бывает компьютер, планшет и телефон. Многие офисы полностью переходят на удаленку. Многие компании отказываются от сотрудников в офисе. И это требует другой защиты. Это требует полностью пересмотра процессов компании и подхода к защите информации. С точки зрения атакующих меня беспокоят все чаще проявляющиеся атаки с полиншифровальщиков и инструментарий шантажа после коржа данных. Потому что в первом случае это чревато остановкой все бизнес-производства, процессов компании. И реализация работы компании во втором случае это чревато репутационными рисками для компании очень серьезными или же конкретно преимуществом у других участников рынка. На 2-3 года могу сказать, что ожидается кризис кадров. Грамотного специалиста достаточно трудно найти и трудно удержать. Добавить к этому недостаток мест, в которых таких специалистов обучают, будет проблемно найти. И как следствие, это растущая сфера облачных услуг, облачных услуг в сфере информационной безопасности. Это такие как облачные стоки, центры мониторинга событий информационной безопасности и информационная безопасность как услуга. Я думаю, надо развивать культуру ИБ в целом во всех направлениях, во всех отраслях. Создавать новые программы в подготовительных институтах, в высших учебных заведениях, которые охватывают информационную безопасность. Так как IT-сегмент очень динамически изменяется в части применения их технологий, нужно больше культуры, больше мероприятий, больше осознанности, больше подготовки персонала во всех сферах. Не только IT или финтехи, это сейчас в том числе и ритейл. Мероприятий достаточно, но в основном это мероприятия про интеграторов и производителей решений информационной безопасности, а именно практических мероприятий недостаточно. Было бы здорово, если было бы больше, потому что в теории есть теория, а на практике все происходит иначе в большинстве своих случаев. И практические мероприятия, такие как Positiv Hack Days, позволяют понять, как атакующие действуют в жизни. Не так, как это написано в книге или в теории, а как происходит на самом деле. И было бы здорово, если бы такие конференции продолжали развиваться, Positiv Hack Days был все более успешным. И дополнение к этому у этой конференции появились последователи. Ценность этого мероприятия для нас это знание и практический опыт и общение с профессиональным сообществом, что позволяет в итоге качественно делать свою работу. И как дополнительно лично для меня и для нашей компании это популяризация информационной безопасности в ритейле, чтобы показать личным примером, своими действиями, своими рисками, основным участникам отрасли, что уже давно пора заниматься, вопрос насущный. И это дело не только финтеха, IT-компании, но и даже ритейла. Я могу ответить за ритейл-сегмент. Комьюнити очень слабо развита, оно только начинает появляться, развиваться, делать свои первые шаги. Во многих компаниях отрасли полностью отсутствуют специалисты, как класс. Они не имеют в штате таких сотрудников. Некоторые крупные игроки только начинают задумываться о том, что нужны специалисты по информационной безопасности. Лично знаю пара крупных компаний ударники, которые находятся на этой стадии. Мы же начали заниматься достаточно давно, что позволило нам получить преимущество и опережать, и не догонять в области защиты данных и процессов компании. Когда ты предупрежен и знаешь, набил себе шишки, это опыт, который ты получил, и понимаешь, как грамотно выстроить защиту, какие риски действительно актуальными являются, а какие наименее актуальными, что надо сделать, чтобы снизить риск возникновения до допустимого уровня.